МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, на Алтае официально введен режим ЧС в связи со срывом сроков посевной кампании. Сколько он продлится, ни власти, ни специалисты пока не прогнозируют, но надеются, что особое положение поможет пережить аграриям как никогда сложный сезон. Из-за позднего сева в чрезмерно увлажненную землю крестьяне несут двойные затраты, которые будущий урожай вряд ли компенсирует. Тему продолжит Елена Макаренко. Заседание комиссии в правительстве края. Единственный вопрос повестки – ход посевной кампании. Специалисты профильных ведомств и главы алтайских районов докладывают, даже яровой сев, не говоря о других сельхозкультурах, не завершен еще на 30% пашни. Да, наш район отстает. Мы отстаем ровно на 14 дней по сравнению с прошлым годом. План у нас 160 тысяч гектаров, мы посеяли 90 тысяч гектаров. Не было ни одного, два дня подряд, чтобы на территории района не выходали осадки. Три с половиной раза. Никогда мы, Алейский район, не были впервые. Мы не рады дождю. Из-за дефицита тепла в мае всходы мелкие и слабые. При этом жара в июне, прогнозирует директор Центра агробиотехнологий, приведет к нашествию вредителей. Вот этот вот фронт тепла, он спровоцирует активность листостебельных вредителей. И в первую очередь это долгоносиков на крестоцветных культурах, хлебные полосатые блохи на злаковых культурах. Их вредоносность очень велика. И опасность заключается в том, что не проведение химической защиты, или в целом защита растений будет сопряжено тем, что листовой аппарат практически погибнет. Что также негативно скажется на рост и развитие растений. Для защиты всходов аграрии проводят усиленные химобработку и удобрения полей. А из-за сырой и вязкой почвы привлекают дополнительную крупногабаритную технику. Из-за чего идет двойной расход по ГСМ. При этом его оптовая стоимость с начала посевной поднялась с 30 до 45 тысяч рублей за тонну. Условия экстремальные, и чтобы пережить их с наименьшими потерями, в крае вводят режим чрезвычайной ситуации. Используя каждый погожий час, алтайские крестьяне должны будут выполнить весь комплекс работ на запланированных, намеченных объемах площадей. Для этого необходимо мобилизовать все ресурсы. Особый режим для сельхозтоваропроизводителей – это возможность не возвращать деньги по господдержке и пролонгировать действующие банковские кредиты, несмотря на задержки с платежами по ним. Такие меры, считают аграрии, это весной абсолютно оправданное. Ведь ход посевной сегодня вызывает опасения в целом ряде районов края. Как в предгорных, так и в степных. Елена Макаренко, Василий Морозов, Николай Шилко. Наши новости. Бывший директор управляющей компании Юшком осужден на 4 года лишения свободы. Накануне вступил в силу приговор Центрального районного суда Барнаула. Установлено, что бывший руководитель за 3,5 года с ноября 10 по мае 2013 незаконно присваивал деньги, которые жители приводили в ресурсоснабжающем организации. К преступлению директор привлек своего сына. Он впоследствии согласился сотрудничать со следствием и содействовал раскрытию дела. В итоге сын, экс-руководитель Юшкома, получил уголовное наказание с испытательным сроком в 4 года, а отца приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Двух алтайских школьниц штрафуют за телефон и шпаргалки на ЕГЭ. Такое решение приняла Краевая экзаменационная комиссия. Первый случай произошел 4 июня. Во время ЕГЭ по истории барнаульская выпускница пронесла в аудиторию телефон. Сотова зазвонил, когда девочка уже сдавала работу. Второй инцидент произошел накануне. 11-классница из Поспелихинского района воспользовалась на ЕГЭ по русскому языку шпаргалками. Обе девочки были удалены с экзамена, а результаты их работ аннулированы. Теперь пересдать предметы они смогут только в следующем году. За нарушение им будет выписан штраф. Мы передаем в органы надзора, в отдел по контролю и надзору в сфере образования. Они, в свою очередь, проверяют материалы, смотрят видео, составляют административный материал и передают его в суд. Согласно статье КАП, то наказание от 3 до 5 тысяч. В Барнауле участились случаи ДТП. С участием детей. С начала школьных каникул только на улицах столицы края сбили уже троих. Два ребенка госпитализированы. Причем произошло это на пешеходных переходах и во дворах. Накануне инспекторы ГИБДД вышли на дороги с проверкой. Смотрят ли по сторонам юные пешеходы и соблюдают ли правила водители. Валентина Аскерова продолжит. Эти страшные кадры были сняты в прошлом году. Тогда в ДТП на Зминогорском тракте пострадала маленькая девочка. А это съемка двухдневной давности. На Кутузово автомобиль сбил 12-летнего ребенка. С переломом ноги пострадавшая доставлена в больницу. Обе аварии произошли на пешеходном переходе. Дети считают, что они в безопасности на пешеходном переходе. Не убеждаются, что их водители пропускают. Начинают переходить проезжую часть. Ну а водители невнимательные, не пропускают пешеходов. Спешенность перевели его в безопасность. Так сказать, чтобы не давали никаких последствий. Уж сколько раз твердили миру. Каждое лето инспекторы проводят рейды и напоминают детям, как правильно переходить проезжую часть. Но порой не срабатывают ни знания, ни инстинкт самосохранения. А если бы машина из-за поворота выехала, как вы думаете? Больше так не будет. Запомните, это не игрушки, которые вы играете в компьютеры. Там заново не перезагрузишь. Объяснять, как вести себя на дороге, должны не только сотрудники госавтоинспекции. Делать это нужно прежде всего родителям. Но порой рассказывают полицейские и сами мамы не думают о правилах. Кто не видел картины, когда женщина переходит дорогу с коляской, ребенком в неположенном месте. Таких родителей могут остановить сотрудники ДПС. Наказанием станет штраф в 500 рублей, если случай не успеет наказать страшнее. А вот 13-летний Егор – велосипедист со стажем. За рулем он уже 5 лет. И всегда придерживается правила. Подъехал к дороге, слез с велика. Правила дорожного движения важно соблюдать для своего самосохранения, чтобы оставаться живым и невредимым. Всего с начала года в ДТП пострадал 61 ребенок. Это уже больше, чем в прошлом. К счастью, все живы. Сотрудники ГИБДД напоминают, что поведение детей всегда непредсказуемо. Выскочить на дорогу они могут в любой момент. Поэтому, приближаясь к пешеходному переходу или заезжая во двор, сбавьте скорость. Это поможет сохранить малышам жизнь. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. Жители края по-прежнему терроризируют звонками коллекторы, несмотря на действующий федеральный закон. На это сегодня жаловались звонящие на прямую линию. Ее организовали Алтайское отделение ОНФ, Ассоциация по защите прав заемщиков и Краевое министерство труда. Наше дело перенаправляли уже четырем коллекторским фирмам. Теперь уже в пятое направили. Как это все прекратить? Необходимо обратиться в наш отдел. В отдел ведения государственной реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. Это лишь один из сорока вопросов, который поступил на горячую линию. Одна из обратившихся жаловалась на то, что коллектор слишком настойчив, в неделю звонит по 15, а то и 20 раз. Судебные приставы посоветовали в этой ситуации фиксировать каждый звонок, время, а затем обращаться к ним с жалобой. Таких обращений только за этот год в ведомство поступило почти 400. По результатам рассмотрения этих обращений в 14% случаев обращения были признаны обоснованными. По всем вынесенным управлениям, протоколам, судами вынесены положительные решения. Соответствующие лица привлечены к административной ответственности на общую сумму 675 тысяч рублей. Все ответы участники акции обещали опубликовать на официальных сайтах Министерства труда и Ассоциации по защите прав заемщиков. Жители Барнаула атаковали мошки. Эпидемиологи говорят, что наступила лишь первая волна кровососущих насекомых. Героиня нашего сюжета не только пренебрегла репеллентами, но и вовремя не обратилась к врачу, когда почувствовала сильный отек. К чему это может привести, расскажет Ирина Корчагина. После поездки на дачу Анастасия не показывает свое лицо. Его она вынуждена прятать последнюю неделю. После укуса мошки в глаз девушке даже пришло взять незапланированный отпуск. Прошло часа три. И я чувствую, что мне сложно моргать, потому что века начинает опускаться и давить на глаз. На следующее утро он просто не открылся в принципе. Сильнейший зуд, жар, отек, волдыри, интоксикация. Все это симптомы, которые Гнус приносит на своих хоботочках, рассказывают эпидемиологи. Анастасии не повезло. У нее обостренная реакция на слюну мошки. Девушка пыталась лечиться народными средствами. Прикладывала к веку картофель, садовые компрессы, пила таблетки от аллергии, но ничего не помогло. Антигистаминные препараты равно точно так же являются лекарственными препаратами. Кому-то они могут быть противопоказаны. Поэтому сказать о том, что вот этот перечень препаратов, да, вот, пожалуйста, вы его можете всегда спокойно пить. Наверное, это будет сказано некорректно. Врач-эпидемиолог говорит, что если бы Анастасия сразу обратилась в больницу, отека можно было бы избежать. А тем временем в крае прогнозируют еще и комарийное лето. Дачникам советуют обрабатывать участки, надевать защитную одежду и избегать долгих прогулок у водоемов. Теперь я буду постоянно возить с собой репелленты и брызгать их не только на тело, но и на лицо. Лучше пусть от меня будет вонять, но зато мое лицо будет неотекшее и рабочее. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости. Запастись репеллентами придется родителям, отправляющим своих детей в лагеря. Первые смены стартуют уже на следующей неделе. Этим летом на территории края их будет 67. Сейчас во многих заканчиваются процедуры приемки. Сегодня на безопасность отдыха проверили один из самых популярных лагерей Первомайского района. Слово Анастасии Дороган. Дети могут испугаться, прятаться под кроватью, убежать куда-нибудь. Вообще в другую сторону лагеря. Мне нужно их всех собрать. Мы такие рекордсмены. Весь лагерь эвакуировался за минуту и 27 секунд. Полторы минуты при норме в пять. Результат небывалый. Евгений и другие вожаты после заезда сразу знакомят детей с правилами поведения. Причесы проводят тренировки. Этим летом таких репетиций в Медвежонке будет больше. Здесь не три, а четыре смены. Готов ли лагерь к приему детей, сегодня проверяет специальная комиссия. Этот сигнал уже на пульте пожарной части Первомайского района. До приезда машины пламя локализуют. Напор сильный, так как трубы новые. В этом сезоне подготовка лагеря непривычно масштабная. Полностью восстановлен водопровод, потому что зима у нас была очень сложная, потому что было тепло, потом заморозки. Сквозь дождь, снег мы и выгребали территорию. Обычно мы выходим в начале апреля, в этом году, конечно, у нас это все сместилось на один месяц. Еще пара крупных обновлений. Замена кровли и потолочных покрытий в столовой, строительство, сцены в клубе, установка видеонаблюдения у главных ворот лагеря. Вопрос безопасности главный, но не единственный. Комиссия отмечает, и насколько детям комфортно. Роспотребнадзор. Роспотребнадзор смотрит на наличие мебели, достаточно ли мебели, все ли покрашено, как хранится уборочный инвентарь, наличие прикроватных ковриков. Замечаний к подготовке лагеря у надзорных органов нет. Первая смена здесь начнется в субботу. В выходные же состоится и массовый заезд в большинство лагерей края. Пришло тепло. Тем не менее, персонал готов к любым прелестям погоды. Все загородные оздоровительные организации подготовились к хорошим просушиванию одежды, обуви. То есть, на самом деле, вот это очень важно. Это впервые такое нынче? Не впервые, но нынче мы на это обратили внимание. Особое внимание. И на второй комплект одеял. В этом сезоне в регионе откроется 67 загородных оздоровительных учреждений. Всего же на Алтае будет работать 912 организаций отдыха. Большинство из них это пришкольные площадки. Отдохнуть в них смогут 175 тысяч детей. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. Наши новости. В Барнауле после устранения нарушений сегодня открылся торговый центр «Праздничный». Напомним, его работу приостанавливали 15 мая из-за нарушений правил пожарной безопасности. Сейчас предписания устранены, центру разрешено принимать посетителей. Отметим, это последний в списке закрытых ТЦ в Барнауле, но проверки продолжают. У православных верующих сегодня праздник. Люди вспоминают крестителя Господня Пророка Иоанна Предтечи. На территории края есть несколько церквей, которые носят имя этого святого, но наша съемочная группа побывала в особой атмосфере на торжественной службе в храме архиерейского подворья в Сорочьем Лагу. Выходные дни, и особенно по праздникам, здесь всегда многолюдно. Живописное место, свежий воздух и тишина. Но сегодня на службе прихожан чуть более 20. Говорят, из-за ремонтных работ на некоторое время был перекрыт мост, и люди просто не сумели добраться до подворья. Поэтому праздник отмечали в тесном кругу. С праздником! Ангелы хранюхи! Тому, кто еще ни разу не бывал на подворье в Сорочьем Лагу, мы советуем обязательно сюда приехать. Неподалеку расположен святой источник. Говорят, вода не замерзает здесь даже в 40-градусные морозы. Но пить ее не советуют. А вот всевозможные кожные заболевания и проблемы с суставами, рассказывают верующие, многие излечивают. Душевное равновесие здесь больше как-то получаешь. И именно приезжаешь, смотришь, то, что как тут все это, во-первых, развивается, и именно как бы тут тишина. Вообще дышать легко даже. Мы уже на святом источнике побывали, умылись. Водички набрали? Водички набрали. К нам навстречу выходит монахиня Марфа. Она старшая в обители. Ей 81 год, и здесь она уже 25 лет. Говорит, тогда уже был небольшой храм и несколько ветхих домиков. Теперь же на территории почти в 2 гектара появились новые современные корпуса. Если найдутся добрые люди, художники, швей, у нас будет швейная мастерская там, художественная мастерская. Это в перспективе? Это мечты пока, да? Всего здесь живет 4 монахини. Работы много, помощники из других епархий приезжают, но рук все равно не хватает. Нужно содержать сам храм, трудиться в иконной лавке и на земельном участке. Но все спорится, как говорят здесь, с Божьей помощью и с помощью покровителя, святого Иоанна Предтечи. Своими силами матушки посадили на участке картошку. Здесь очень много цветов и плодовых деревьев. Но женщинам очень трудно держать в порядке такую территорию. Они надеются, что неравнодушные люди приедут и помогут, но вот элементарно прополоть грядку. А вообще женщины не жалуются. И меценаты помогают, и простые люди. Гостям здесь всегда рады, без обеда не отпускают. Вот, например, сегодня предлагали борщ, окрошку, гречку и рыбу. А 7 июля приглашают всех желающих присоединиться к празднованию Рождества Иоанна Предтечи. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Сегодня руководитель Барнаульского «Динамо», который занимал эту должность последние 13 лет, попрощался с командой. Виктор Сигарев пожелал побед коллективу, но уже без него. Это случилось сразу же после церемонии награждения футболистов бронзовыми медалями. Грушин Александр. Медали и кубок Виктор Сигарев привез из Москвы, где состоялось заседание профессиональной футбольной лиги. Лучшим игроком сезона во второй лиге «Зоня Восток» признан вратарь «Сенебелых» Богдан Корюкин. Сам игрок не смог посетить торжественную церемонию. Чуть позже коллеги передадут ему вот такую звезду. Напомним, по итогам сезона «Динамо» заняло третью строчку из шести команд, хотя изначально теперь уже экс-руководитель ставил цель взять золото чемпионата. Все когда-то кончается. Все когда-то кончается, поэтому я к этому спокойно отношусь. Был такой большой этап в моей жизни, который я прошел там. Оценят его, как говорят, оценки были разные, пока работал. Но главная оценка, она же бывает когда? Когда уже после того, когда пройдут годы. А как стало известно нашим новостям, в новом сезоне клуб готов отказаться от целого ряда игроков, кому за 30. Вместо них тренерский штаб планирует сделать ставку на молодых воспитанников спортивной школы. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Самое быстрое похудение «Турбослим-экспресс». Всего за три дня до минус трех килограммов и до трех сантиметров в талии. «Турбослим-экспресс» от компании «Эвалар». 8 июня в крае ясно и без осадков. Ветер юго-западный умеренный. В Заринске, Олейске, Белокурихе и Рубцовске до плюс 29. В Бийске почти 30. В Камнино-Обийславгороде 28-30 тепла. В Барнауле без осадков ночью 18. Днем до 28 градусов выше 0. И к этому часу у меня все новости. Хорошего вечера вам и до встречи. Василий Макаров на фронте 43-го года отличился при форсировании Днепра. Под непрерывным огнем противника отважный воин-сапер обеспечивал переправу войск и доставку боеприпасов на правый берег, чем способствовал захвату и удержанию плацдарма. За образцовое выполнение задания ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Героя Советского Союза